И что это у нас летит? Так, это какой-то космический корабль, по-моему, терпит крушение или нет? Точно, прикиньте! О, полицейские роботы приехали! Интересно, как к этому отнесется полиция? Так, боевые роботы, посмотрите, какие они. Лютые ребятки. Так, хоба. Чётенькие такие, прям красовые чуки. Шаттл окружён. Немедленно выходите. Да ладно, они что, на нас подумали? Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители. Я рад вас приветствовать. С вами Родригес. И мы сегодня посмотрим игрушку под названием The Uncertainty Episode 1 The Last Quiet Day. То есть последний тихий день. Ребят, если вам нравятся роботы, если любите что-нибудь про будущее, если любите постапокалиптический какой-нибудь мир, то обязательно прямо сейчас, ребята, ставьте лайк, оставайтесь на канале. И, ребят, давайте посмотрим, что у нас сейчас будет. Сегодня посмотрим данную игрушку. Здесь, в принципе, это сюжетная игра в жанре андвенчура. Большие-большие скидки, ребят, идут на неё. Мне представляли её разработчики, ключик, в общем-то. Давайте, ребят, посмотрим её. Если она вам понравится, то пишите об этом в комментариях. И прямо сейчас можете написать в комментариях ваш любимый фильм про роботов, ребята. Или про будущее, фантастику. Пишите прямо сейчас в комментариях, а мы будем начинать. Ну что ж, я в неё вообще не играл. Игрушка, в принципе, вышла в 2016 году. Я вообще как-то не натыкался на неё ни разу. Ну, пишу, что здесь красивая графика, притягательная атмосфера и так далее. В середине 22 века произошла, короче, война. Людей не осталось, одни только роботы, да, оказались способны к автономному существованию. Искусственный интеллект продолжил развиваться самостоятельно. И, короче, роботы построили своё сообщество, да, в котором они живут. Каждый робот нашёл подходящую для него сферу деятельности. Медленно, но верно, роботы превращались в новую расу, населившую землю. Они решили не повторять ошибок людей. Но на их пути стала одна очень большая проблема. Чем активнее развивались, тем больше походили на нас. Угу. Роботы начали понимать, что они начали повелеть на людей. Интересно. Я люблю, ребят, такие игры. Если она вам понравится, мы сегодня сделаем первый взгляд по данной игрушке. Если она вам понравится, ребят, ставьте лайк. И если наберём такую активность, то я сделаю стримчик по данной игре. Мы пройдём её от начала и до конца. Робот, модель RT-217NP. Моё предназначение мне неизвестно. Моя конструкция не выдерживает больших физических нагрузок. Я не способен выполнять работу, которой занимаются роботы-строители, зато обладаю знаниями в электронике. Я поставил для себя задачу находить уцелевшую технику, оставленную людьми, и использовать её в конструировании различных приборов. Люди. Им на смену пришли мы. Человечество за тысячелетия не смогло достичь того, на что роботам хватило несколько лет. Мы создали идеальное общество. Роботы не повторят ошибок людей. Мы не ведём войн. Мы не подвержены болезням. Мы мыслим иначе. Мыслим. Рационально. Цикл самоуничтожения разумных существ, населяющих Землю, был прерван, когда на смену людям пришли роботы. Но понадобятся ещё десятки лет, чтобы восстановить всё, что уничтожило человечество. Тогда, под руководством корпорации USS, которая нас создала, цивилизация роботов достигнет расцвета. Сейчас не всё в нашем мире стабильно. Нам не всегда хватает ресурсов, и часто приходится рассчитывать только на себя. Но это временное явление. Большинство роботов нуждаются в постоянном ремонте. А я способен поддерживать свою роботоспособность самостоятельно. Прикольно. У меня будет свой дом. Так, ну в общем-то, я так почитал описание. Здесь какой-то будет робот, и я так понимаю, мы будем за него играть, который у нас, в принципе, начнёт отличаться от других роботов. Он начнёт задумываться вообще, собственно, почему нет людей, и для чего мы вообще живём на этом свете. И, кстати, очень, ребята, интересная идея. Поразмышлять на эту тему в комментариях, а для чего же мы живём смысл нашей жизни. В чём? Пишите ваши идеи в комментах. Итак, мы оказались дома. Это наш, видимо, гараж. Старый патефон. Паяльные инструменты. В этот раз я принёс лишь одну батарейку. Возможно, она того же типа, что используется в радио. Нужно найти вторую батарейку. Она была среди моих инструментов. Окей. Так, давай посмотрим, как здесь управляется. Как здесь управление вообще работает? Ага, можно ходить. На шифте он бегает. Посмотреть. Наверное, вот куда-то вот сюда. Это у нас что, посмотреть, да? Этот объект позволяет мне поддерживать сидящее положение, нерасходуя ресурс сервоприводов. Это позволит увеличить срок моей эксплуатации. Этот объект, гиван, помогает мне. Сейчас не время сидеть. Мне нужно заняться другими делами. Ладно, понял. Интересная идея. Так, а здесь что у меня? Шкафчик, ну давай посмотрим. Человеческое искусство порой нелогично. Для чего делать столь нефатриалистичное изображение? Хм-хм. Ясно. Старый патефон. Это нелоговое устройство позволяет извлекать звук из установленного на нем носителя аудиоинформации. Зачем люди использовали такое неудобное устройство, когда можно просто сделать так? Так, окей, ладно. Я тебя понял. Красава, красава. Робот, конечно, вообще четкий. Четкий, ребята. Интерком. Высокомощный стационарный компьютер. Мне не приходится использовать его в учислительной способности в полной мере. Но я выхожу через него в интернет и общаюсь с другими роботами. Здесь можно... В моей конструкции не предусмотрено интернет-подключение. Поэтому я вам нужен пользоваться интеркомом. То есть так-то они напрямую, наверное, общаются, да? Мне и сейчас не нужно ни с кем говорить. Ладно. А что ты еще можешь сделать? О, можно тут звонки посмотреть. Какая-то ошибка. Почта. Примечание к выпуску. Оптимизация системы стабилизации при низком заряде батареи. Исправлена ошибка подключения. Так, 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 так. Ладно, окей. Хорошо. Выход. Пойдем еще посмотрим. Интересно же посмотреть, как живет робот, а? Что у него есть дома? Что есть у робота? Ребят, кто бы хотел себе такого робота? Серьезно. В этом модуле располагаются мои запчасти и прочие объекты, которые могут мне пригодиться. Если у вас был бы такой робот, для чего бы вы его использовали? Я подключил линию электропередач на прямую к дому, поскольку напряжения недостаточно, чтобы обеспечить энергией все мое оборудование. Этот щиток позволяет распределять энергию в нужной мне системы. Ну-ка. Сейчас мне это не нужно. Ладно. А, вон там какой-то сундучок я вижу. Может, что это? Мы нашли диск данных, который я нашел вчера утром. Возможно, из него удастся извлечь какую-то информацию. Мы нашли диск. Ты можешь его с собой забрать? У меня есть рюкзак. О, он, по-моему, его взял, да? А, вот слева появилась у меня батарея и... О, слушайте. Я могу, наверное, разрядиться. Я могу подзарядиться, а? Немножко. В данный момент я не планирую остановиться на зарядку. Блин, если бы будет робот с подзарядкой, это вообще просто бомба, ребята. Я думаю, многие купят себе такого робота прямо домой. А что будет, если робот сойдет с ума? Вот это будет уже интересно. У него есть кровать, но, в принципе, она ему зачем? Тебе зачем кровать? Я не сплю, как это делали люди. Мне достаточно несколько часов постоять на зарядке в док-станции. Вот именно что. Зачем тебе кровать? Лишний хлам. Для тебя это, в принципе, вообще бесполезная вещь. Это абсолютно ненужная. В этом отсеке хранятся текстильные изделия. Люди покрывали ими свои тела. Цель этого мне неизвестна. Оба. О, фотография. Здесь жили какие-то люди? Пожалуйста, фоточка. Ребят, представьте себе мир без людей. Абсолютно, потому что... Я нашел это радио несколько дней назад. Практически пользы в нем нет. Но мне интересно, остались ли в мире радиотрансляции. Слушайте, возможно, цель игры найти людей. Найти вторую батарейку. Я думаю, что однозначно должны быть люди. Вот по-любому. Вот по-любому они должны быть. Это очень странное помещение. Я туда не захожу. Зря, в туалет. Ему тоже, в принципе... Какая скучная жизнь у робота, вы представляете себе? Водопровод не функционирует уже многие годы. Да. Мыться не надо, есть не надо, в туалет не надо, спать не надо. Вообще ничего не нужно. Ходи себе. Я пытался освоить игру на гитаре. Но через 10 минут у нее провалась струна. Ну, конечно. Ты навряд ли ее освоишь, я думаю. Хотя... Так. Нам, наверное... Я забрал этот плазменный резак из материалов, которые нашел в разрушенных домах. Я делаю его на заказ для одного строительного робота. Плазменный резак это хорошая штука. Я бы на твоем месте его подобрал бы. Я вижу, там, по-моему, видеокарта, что ли? Нет, 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 нет батарейки. Там видюха, что ли? Можно заказать будет включить радио. Там видюха? Ну-ка, 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 ну-ка. Так, а я подобрал батарейки. Ладно. А это что у нас такое? Это датакодер. С его помощью я тестирую электронику. А с собой ты его взять, наверное... Я займусь им позже. Я понял. Ладно, давай починишь его потом. Резаки я тоже взять не могу. По-моему, тут я вроде бы все обшарил. В принципе, я давно не играл в подобные игры вот именно с такой вот камерой. Прям вообще, ребят, давненько не играл. Если, ребят, соскучились по подобному жанру игр, то обязательно дайте знать об этом. Так, ну а здесь мы вставим, наверное, батарейки. Ну-ка, давай. Давай, бро. Куда? О, вот так. А его нужно повернуть. Ух ты, как круто. Теперь куда? Теперь сюда. Открываем. Вставляй. Вот так вот. Игрушка, в принципе... Такая детализированная. Прям детально здесь все прям продумано. И графика, в принципе, неплохая для того времени. Что я теперь должен сделать? А, вот здесь включить. Настраивай. Я еще реально помню такие приемнички, которые нужно обязательно настраивать. Это уже, конечно же, настолько раритетная штука, что... А, это я сам должен крутить. Ну-ка, давайте что-нибудь найдем. Кажется, есть какой-то сигнал, но слабо. Очень плохо. О! Опа, опа. Что-то... Я слышу что-то. И этот подвиг останется в наших сердцах навеки. Не дайте павшим отдать свои жизни зря. Вступайте в ряды армии. Защитите свое отечество. Сохраните свою свободу. Традиции... Небольшая группа людей управляла целыми массами с помощью таких слов. Не понимаю, как простая речь убеждала их участвовать в войнах. Логичнее было бы прийти к компромиссу путем переговоров. Это точно, это точно. Ну, видите, роботы и люди-то абсолютно разные, разные существа. И что же мне дальше-то делать? У меня какое-то есть задание определенное? Или... Что я могу... Может быть, мне просто выйти нужно? Здесь нельзя. На диван он не садится. Сюда он тоже не идет. Оп, оп, оп. Я слышу какой-то сигнал. Кто-то мне звонит. Прикол. Так, давай. Отвечай. Это робот-строитель, который заказал мне сборку плазменного резака. Я должен ответить. Отвечай, давай. А промолчать, положить трубку, плохая погода, не мог найти компоненты. Прошу прощения, но найти все необходимые компоненты было достаточно сложно. И это заняло больше времени, чем планировалось. Меня не интересует эта информация. Дата сделки была назначена. Два дня назад вы должны были явиться и выдать мне плазменный резак. А я должен был отдать вам усиленную батарею. Так, ну что ему ответит? Надавить на него? Давайте на него надавим. И все в моем уважении. После тех разрушений, что ученили люди, очень тяжело найти подходящее оборудование. А роботов, которые профессионально работают с электроникой, недостаточно. Поэтому вам придется ждать заказ ровно столько времени, сколько понадобится. В этом вы правы. Находить редкие предметы – сложная задача. Но вы должны были ставить сроки, учитывая эти данные. Тем не менее, ваша модель вовсе не уникальна. У нас есть связь еще как минимум с двумя роботами вашей специальности. Поэтому не переоценивайте себя. Мы поставили для вас вполне реальную задачу и ожидаем результат. Вы готовы нам его предоставить? Так, сообщу позже, завтра промолчать. Сообщу позже, давай-ка. Я перезвоню вам, когда закончу работу с резаком. И мы обсудим время и место встречи. Хорошо, мы будем ждать. Спасибо. Не стоило его подводить. Роботы-строители занимаются очень важным делом. Нужно скорее закончить работу с резаком. Блин, прикольно. Слушайте, ну интересно, интересно. Ну так, чем это все дело закончится? И мне нужно, наверное, выходить на улицу, я так думаю. А как мне выйти на улицу? Куда мне дальше идти? Закончите работу над плазменным резаком. Видимо, нужно бежать сейчас на кухню и закончить там работу. С плазменным этим самым резаком. Закончить калибровку резака с помощью дата-кодер. Так, дата-кодер. Давай, садись, ремонтируй, работай. Я вот реально сейчас вот я вижу на экране там вот на столе лежит видеокарта. Ребята, вам тоже так кажется? Или мне только одному это кажется? Напишите тоже в комментах. Так, что тут нужно будет сделать? Я чуть не понял. А, найти две одинаковые пазлы, которые должны совместиться. Вот оно как. Так, и последний штрих. Вот как-то так. Так, все, готово. Удача. И мы это сделали, да. В принципе, там-ка пазл две одинаковые. Нужно будет найти штукенции. Их нужно совместить между собой. И плазмометик у нас, плазморезак, готов. Слушай, что ты там парился столько дней? Резак готов. Завтра утром нужно отправиться в город и отдать его. Батарея, которую они мне предложили взамен, мне уже не нужна. А, оказывается, было бы нерационально. В данный момент заряд моей батареи составляет 12%. Разумнее всего сейчас встать на зарядку в док-станцию, чтобы рано утром я уже был полностью готов к работе. Да без проблем. Давай, дружище, беги. Беги, значит, на док-станцию и заряжайся по полной. Сейчас на док-станцию не подается питание. Мне нужно перевести на нее энергию с помощью электрощитка. И как это сделать? Слушай, как ты до этого заряжался? Почему-то она не подается этой энергией в электрощиток, наверное, здесь. Так, ну-ка, давай, это, наверное, сюда, я так понимаю, да? Давай, открываем. Ух ты, как замудрено-то все. Здесь то, что нужно будет? Урановести напряжение на обоих источниках. Желтый цвет обозначает перегрузку. Отлично, ребята, получилось, слава тебе, господи. Теперь можно воспользоваться док-станцией. Да, ну, в принципе, довольно простенько было. Ладно, идемте, перераспределили энергию там, и у нас док-станция должна, ребята, сейчас заработать. Как, наверное, стоя спать неудобно. Ну, это людям неудобно, а роботам даже очень удобно, им очень даже комфортно. И круто. Но мы сейчас подзарядимся, наберемся сил, энергии, и, в общем-то, наверное, пойдем в открытый мир. Мне уже очень даже охота выйти и посмотреть, что же там будет происходить в этом открытом мире. Что там будет? Кстати, здесь у нас будет, возможно, мы найдем, ребята, людей. В принципе, неизвестно, живы они или нет, но, в принципе, сигнал еще есть. Кстати, есть воробьи, животные есть. С одной стороны, это прикольно. Что мир не только населяет роботы, но еще есть и животные. И что это у нас летит? Так, это какой-то космический корабль, по-моему, терпит крушение или нет? Точно, прикиньте. Вот это да, прямо к нам прилетел. Неожиданный поворот, я такого даже и не думал. Сейчас, думаю, сейчас спокойненько пойдем, а тут у нас вот оно что. Что произошло? Ничего произошло, бахнулся, Супермен прилетел. Или кто это может быть? Ладно, я теперь могу ходить, отлично. Пойдем посмотрим, пойдем посмотрим. Сразу же, конечно, направляемся. Так. Я долгое время пытался понять, для чего люди создали эту металлическую конструкцию. Качели. Я не смог определить ее практическое применение. Поэтому я пришел к выводу, что это предмет искусства. Чтоб ты понимал в качелях, робот ты. Железяка. Качели это тема. У меня, кстати, есть резак, и я могу, наверное, его открыть. Нужно как-то попасть внутрь. Но отсюда мне шерст не открыть. Это ясное дело, что резаком ты не откроешь. Ну, может, попробуешь? Я не могу вскрыть корпус этого шаттла руками. Зря. Давай тогда резаком. А, это вот просто нужно вот так. Теперь вот сюда. Теперь вот так. Слушай, мощный у нас резак-то мы собрали, а? Не зря сделали. Серьезно? Он прямо насквозь прожег. Интересно, кто здесь... А прикиньте, люди. А нет роботы. Здесь есть робот. А может быть и люди есть. И сразу же, ребята, поворот прямо в начале у нас. Экшен происходит, да? Очевидно. Эта дверь ведет в трем корабля. Дверь заблокирована. Видимо, она открывается не отсюда. Угу. Ну-ка, давай глянем. А что с роботом-то? Погоди. Тут у нас робот один лежит уже. Этот робот серьезно поврежден из-за аварии. Вероятно, он пилотировал этот шаттл. Что же произошло? Что же произошло? Он начнет функционировать от моего прикосновения. Найдите способ запустить робота. У нас теперь задача появилась найти способ запустить робота. Ящики USS Robotics. Выдержали даже такую серьезную аварию. Норм. Судя по индикатору, в этом аккумуляторе еще есть заряд. Ну тогда возьми его. Возьми, возьми. Может быть пригодится. Может быть сейчас в робота вставим. По идее, а что делать? Давай в него аккумулятор новый поставь. Что нужно включить аккумулятор? Мне нужны провода. Ну, господи. Так, провода тебе нужны. Видимо, тебе нужно просто забраться наверх. И поискать где-то провода, где-то там. Ну, в принципе, корабль-то не очень-то и большой. Ну-ка. Давай, компьютер еще функционирует. Ну-ка, сядь. А здесь у нас есть, значит, обнаруженный взлом встроенного по... Так, встроенного... Компьютер автопилота отключен. Лог для большей... Так, диагностика. Давайте посмотрим. Система жизнеобеспечения не работает. Автопилот выключен. Энергоцентраль не отвечает, не отвечает. Топливный бак. Обнаружена протечка. Шлюз заблокирован. Связь, радар ничего не отключает. Шасси выпущены. Закрылки выпущены. Корабль не готов к взлету. Для продолжения устранения всей неисправности. Отключить тревогу. Давайте отключим тревогу. Чтобы у нас она не кричала, да? Открыть трюм. Открыть трюм. И здесь есть какой-то пароль, ребята. Требуется право администратора, но пароль... Я не знаю. Управление шаттлом. Данные и корабли повреждены. Пожалуйста, воспользуйтесь ручным управлением. Ошибка, ошибка. Проверьте модули хранения данных и повторите попытку. Я думаю, что пока мы... Я даже не знаю, как его запустить. Ну ладно, окей. Давайте просто спустимся. И может какие-то провода... Слушайте, здесь же как-то можно же провода добыть, а? Где мне найти провода? Может быть, нужно корабль из корабля выйти и... Где-нибудь мы их найдем. С другой стороны залезть, например, да? Но тут, ребята, никак. Наверное, никак не получается. Этот робот не начнет функционировать от моего прикосновения. Найдите способ запустить робота. Здесь ему нужны провода. Видите, аккумулятор просто так... Включить аккумулятор. Мне нужны провода. Мне нужны провода. Нужно найти провода. Жаль. А, кстати, вот еще комната же есть. Похоже, это подсобное помещение. О, я про нее вообще не видел, кстати, ее, да? Ну, как бы не заметил. Мне показалось, что даже не дверь... О, провода, отлично. Эти провода могут мне пригодиться. Это замечательно. Бери скорей. Взял. Что-то еще есть? Литийсерный аккумулятор. Такие использовались в устаревших моделях аэрокаров. Выдает стандартное напряжение. Но, тем не менее, не пригоден для роботов из-за большой массы и габаритов. Мы используем портативную версию. Я уже нашел рабочий аккумулятор. Молодцам. Давай, 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 давай. Гоу. У нас есть провода, у нас есть аккумулятор. Сейчас мы заведем робота. Интересно, а что же он нам расскажет? Возможно, мне удастся запитать его от аккумулятора, который я нашел. И как это будем делать? А, я еще должен нажимать. Ух ты, как интересно. Это я все буду сейчас делать практически. Указывать робота, что куда воткнуть. Это вот сюда. Короче, как машину, знаете, заводим. По тому же самому принципу. Все, в принципе, так же. Разрядился аккумулятор. Сейчас зарядим. Без проблем. Помоги им. Помоги им. Пять? Два. Два. Шесть. Шесть? Черт, последнюю цифру. Че ж ты не сказал-то, мерзавец? Пилот больше не функционирует. Пять, два, шесть. А что он говорил? Кому помочь? И что за цифры? Возможно, это код. Ну, а че ж еще? Конечно, код. Конечно, код. Пять, два, шесть. Я даже записал на листочек. Ну, че ж ты не залазишь-то? Ну, давай, родной. Залазь наверх. Почему-то он не залазит. Погоди. Может быть. Может быть, это пароль отсюда? Нерезблокировано. Видимо, открывается не отсюда. Какой-то, ребята, пароль здесь есть. На второй этаж почему-то он не хочет залазить. Я вот как... О, сейчас пошел. Нормально. Че-то немножко глюкануло. Нажимал несколько раз. Не работало. Ладно. Давай садимся сюда. И попробуем открыть трюм. Пять, два, шесть. Пять, два, шесть. Нет. Пять, два, шесть. Это у нас... Нужно еще набрать какую-то цифру. Ну, в принципе, сейчас попробуем взломать. Пять, два, шесть, два. В принципе, я начал просто перебирать разные цифры. Дверь открыта. И попробуем сейчас. Медвежатник наш сделал это. И мы вскрываем трюм. И посмотрим, кто там у нас оказался. Возможно, там какой-то ценный груз. Возможно, там что-то интересное. Как такое возможно? Люди! Прикол. Мне вопрос загорелся. Наш робот реально озадачен. Вот это, ребята, поворот. Жили себе, жили. О, полицейские роботы приехали. Мы нашли людей. Что сейчас будет? Интересно, как к этому отнесется полиция? Так, боевые роботы, посмотрите, какие они. Лютые ребятки. Так. Хоба. Четенькие такие, прям красовые чуки. Еще те. Шаттл окружен. Немедленно выходите. Да ладно, они что, на нас подумали? Что происходит? Вопросы задаю я. Назовите себя. RT-217NP. Где пассажиры шаттла? Уберите оружие. Пилот. Так, люди. Пилот, давайте скажем. Пилот получил повреждения во время аварии и не функционирует. Я пытался перезапустить его, но мне это не удалось. Как вы оказались в шаттле? Я был поблизости. Шаттл разбился рядом со зданием, в котором я находился. Я решил оценить последствия крушения. Вы обнаружили людей, которых перевозили в этом шаттле. Теперь вы располагаете запрещенной информацией, поэтому мы вынуждены дезинтегрировать вас. Нифига не жесткий. Подождите. Что это? Это бомба или что это? Что это? Перегрузка! Это перегрузка! Погоди, это я кинул эту бомбу или нет? Я что-то не понял. Нам этот момент очень интересно не показали, к сожалению. Итак, у меня произошла перегрузка. Меня отвезли куда-то. Я даже не знаю. Навряд ли это больничка. Навряд ли. Кто-то, видимо, меня забрал. Нас хотели убить, ребят. Представляете? Нас просто хотели убить. Потому что мы... О, мне приковали наручниками. Это хреновенько. Ну-ка, нажимай F. А, нужно сильнее, сильнее, сильнее. Давай, 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 давай. Дергай, ну. Давай, бро. Не стоит этого делать. Не стоит этого делать. Ведите себя спокойно, не пытайтесь вырваться. В противном случае я буду вынужден дезинтегрировать вас. Какая несложно разговаривать так. Это у нас медбрат, я так думаю. Да, что случилось вообще? Что случилось? Вы кто? Кто вы? Назовите себя. Я медицинский дроид МВР-825 Тай Грегори. Однако это уже давно не имеет значения. В данный момент гораздо важнее узнать, кто вы. Я RT-217-НП. Робот с широким диапазоном функций. Моё предназначение мне неизвестно. Итак, RT. Как мне стало известно, шаттл, на борту которого находился наш пилот, разбился около здания, где вы находились. Поэтому вы стали свидетелем произошедшего и узнали, что информация об исчезновении человеческой расы недостоверна. USS Robotics скрывает эту информацию и выпускает вредоносные автоматические обновления. Каждый робот, который вступал в контакт с человеком, немедленно исчезал. Мы знаем, что USS использует полицию для поиска уцелевших людей. А после ареста их отправляют в шаттлах в неизвестном направлении. Я знал это, люди существуют. Нам удалось найти нескольких человек, от которых мы узнали, что есть и другие. Так, меня арестуют. USS дезформировала нас, избавляясь от людей, я не получаю обновления. Меня арестуют. Полицейские роботы видели меня на месте крушения. Меня арестуют, как только я окажусь в городе. Что мне делать? Все полицейские, которые вам угрожали, также были отключены электромагнитным импульсом. Мы их разобрали. Про вас никто не знает. И это одна из причин, почему мы сейчас ведем диалог. Нам нужно решить, как поступить с вами, Арти. Мы не можем вас отпустить. Ведь вы знаете слишком много о нашем убежище и планах. Но вы могли бы нам помочь. Так как мы в розыске, каждый раз покидая убежище, мы сильно рискуем. Вы же можете перемещаться совершенно свободно. А я как бы не в розыске? Хм-хм. Так, я отказываюсь помогать. Можно, в принципе, отказаться. Я хочу вам помочь. Давайте, конечно, поможем. Я никогда не видел людей, но регулярно нахожу предметы, созданные человеком. Их назначение мне не всегда понятно. Они спровоцировали во мне новый информационно-мыслительный процесс. Я хочу узнать о людях больше, поэтому помогу вам. Отлично. Значит, вы знаете о людях больше, чем мы предполагали. Скоро вы убедитесь, что сделали правильный выбор. Сейчас я освобожу вас. Осмотрите здесь, когда вы будете готовы, и я поделюсь с вами доступной мне информацией. Прикольно, прикольно. Вот это, вот это, ребята, такая интересная... По крайней мере, меня не дезинтегрировали. Мы с вами здесь осмотреться. Короче, мы оказались в больничке, ладно. Беглые роботы. Беглые роботы и... В этой комнате я впервые столкнулся с ограничением моей свободы. Выжившие люди. Таких ситуаций, в принципе, стоит избегать. Друзья, ну что же, я думаю, в принципе, начало прикольное. Ребят, если захотите продолжение, узнать, что произойдет с нашим главным героем, с нашим роботом, и найдем ли мы людей, и вообще узнаем в этом мире чуть-чуть побольше, если вы захотите, чтобы мы прошли эту игру до финала, то ставьте лайк, обязательно пишите в комментариях. Ну, в общем-то, хотите пройти игру на стриме, то пишите, хочу стрим, или просто хочу пройти игру до финала, узнать, что там будет. Обязательно, ребят, пишите об этом в комментах. С вами был Родригес, я вам желаю хорошего настроения, успехов вам, удачи, и всем пока-пока.